Бобруйск. Военный аэродром. В эти дни здесь летают настоящие тяжеловесы. Сейчас на базе 83-го инженерно-аэродромного полка дислоцируется команда вооруженных сил Беларуси. Полным ходом идет подготовка к международным армейским играм. Сборная оттачивает навыки вождения. Перед конкурсом мастера автобронетанковой техники. В ее составе 22 участника. Среди них трое бобруйчан. Автопарк насчитывает 5 машин. Внедорожник УАЗ Патриот, машина техпомощи, тягач для танка. Один из самых эффектных представителей КАМАЗ-4310. Его масса более 7 тонн. Максимальная скорость 85 км в час. Трехосник легко преодолевает даже самые труднопроходимые места. Все шесть колес ведущие. Бобруйская трасса максимально приближена к оригиналу. Косогор, габаритный коридор, восьмерка, тупиковая эстакада, некоторые из элементов эстафеты. Один из самых сложных – затягивание танка на грузовой трап для перевозки. Грузовики проезжают по участку под наклоном. Вопреки сомнениям, такая большая машина способна это сделать. Внедорожники стремительно набирают скорость. Понаблюдать за подготовкой пришли и будущие защитники Отечества. Мальчики из военного лагеря «Патриот», который располагается на базе полка. В программе у школьников сборка оружия, строевой шаг и физическая нагрузка. Но экстремальные гонки можно увидеть лишь раз в жизни. Такой шанс бывает очень редко. Посмотреть на окончательные этапы, на их тренировки, на их подготовку. И просто увидеть даже военную технику не просто, когда она едет по городу, а когда она приближена к каким-то своим условиям. В прошлом году белорусские мастера автобронетанковой техники завоевали 4 бронзы. В общекомандном зачете наша страна заняла второе место. В этом году игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Республику представят 27 команд в разных направлениях – танковый биатлон, дорожный патруль, мастер-снайпер и многие другие. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели.